всем привет сегодня я разбираю планировку от жека основа кстати видео обзор на этот жека совершенно недавно и совершенно случайно я снимал с павлом репиным кому интересно по ссылочке переходим но сейчас двушечка ребята жека основа это самый чудесный обзор на планировки за последнее время которое я совершал только вот я понять не могу то ли это новая часть про гарри поттера и тайную комнату то ли это какие-то чудеса маркетинговых ходов со стороны жека основа но смотрите две планировки если не читать описание то сразу то и не понять чем они отличаются но приглядитесь просто к ним приглядитесь но разница есть вот это уютная двухкомнатная квартира как пишет жека основа а вот это вот семейная трехкомнатная и я подумал ребята это точно комната секретом помните про гарри поттера фильм и его тайную комнату а возможно там где то есть какая-то часть стены сквозь которую можно проходить и попадать еще в одно тайное пространство но об этом в следующем ролике а сегодня про двушку так что ребята вы напишите кстати в комментариях хотите про тайную комнату узнать или нет а пока про двушку наберемся терпения и так чем еще отличается жека основа она отличается тем что просто не удосужилась для вас расставить мебель на своих планировках ну или это я такой тупой и не нашел на их сайте планировку с расстановкой мебели вот такая история друзья ну ладно так разберемся и так что у нас здесь есть в этой уютной двухкомнатной квартиры давайте для начала прочитаем что они сами пишут 2к евро формата это семейная квартира с большой кухней гостиной и двумя санузлами запомним с большой планировочно обособлено и прихожая с нишей для шкафа купе ненавижу шкаф и купе ну да ладно две жилые комнаты квадратной формы угловая обзорная лоджия подойдет для семьи с ребенком школьником или двумя школьниками вот выбирайте у кого один школьник или два подойдет вам эта квартира или нет а я начну с прихожей и так попадаем в прихожую друзья и здесь знаете что застройщик сделал какую классную вещь он указал размеры теперь мы знаем расстояние от стены до стены и она здесь 1 метр 94 сантиметра это значит что если мы поставим шкаф ту самую нишу про которую пишет застройщик то у нас останется целый метр тридцать в этом пространстве много это или мало ну не сказать что уж совсем узко но и немного метр тридцать но как бы не разгуляться а если возможность куда-нибудь еще поставить дополнительные шкафы ну лично я не вижу потому что справа эта дверь слева ниша совершенно небольшая можно поставить напротив что нибудь но тогда мы обузим коридор поэтому нам придется сдвигать перегородку и ставить шкаф туда поглубже если этого не сделать ваши вещи будут не влазить и вы будете таскать их по комнатам и пытаться упихнуть в шкафы которые в комнатах зато здесь коридор небольшой и это плюс ребята вот кстати кому то стоит поучиться между прочим как можно сделать планировку и избежать больших дурацких коридоров вот здесь это так молодцы у нас есть две комнаты одна видимо детская 11 6 квадратных метров правда ее только что немножечко урезал на пару квадратных метров и у нас есть по всей видимости спальня в которой мы поставим кровать каким-то вот таким вот образом и у нас останется ниша ниша для шкафа видимо это гардероб но гардероб шириной метр тридцать это мало если мы к одной стене прижмем шкаф 60 сантиметров у нас останется всего лишь навсего 70 сантиметров это вообще меньше минимального размера чтобы туда заходить то есть это очень мало то есть если вот даже вот шкаф вот так поставить то сюда не зайти можно вот так поставить шкаф вдоль дальней стены но тогда вот это вот пространство становится бесполезным ну то есть для чего оно нужно а по-другому здесь не сделать потому что нам нужен вход в ванную комнату которой мы часто и перейдем дорогие друзья а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании заходим в ванную комнату здесь у нас ванна унитаз раковина и стиральная машина опять это чертова стиральная машина что ж вы не можете какую-то сделать я не знаю постирочную знаете как надо сделать надо построить вот сюда стенку и сделать из этого помещения кладовку в которой будет стиральная машина уборочный инвентарь но и плюс всякое хранение может быть для шуб которые не влезут в прихожую а в спальню просто-напросто поставить шкаф вдоль стены и шкаф будет больше и кладовка появится вот такое изменение друзья можете мне поставить лайк что я молодец придумал классное решение но сейчас самое интересное это кухня гостиная дорогие друзья и здесь я немножечко был в шоке потому что посмотрим на кухню здесь есть варочная поверхность и есть мойка как вы понимаете и расстояние расстояние от стенки до стенки здесь всего лишь 230 ребята 230 что вы поставите сюда вопрос куда поставить холодильник он тоже 60 сантиметров давайте считать холодильник 60 варочная поверхность еще 60 и мойка еще 60 это метр восемьдесят метр восемьдесят минус предложенных 230 это получается полметра полметра это вот столько хватит вам для того чтобы поставить чайник тостер еще там готовить что-то резать нет не хватит поэтому вам придется кухню заворачивать как-то вот так вот сюда у вас влезет как-то диван сюда вот как-то телевизор и какой-то микро столик вот сюда ну или какую барную стойку вы завернете что совершенно неприемлемо для семьи из трех человек а здесь то пишут еще со школьниками это значит их еще двое школьников как минимум вас двое школьников двое четыре человека как вы здесь расположитесь вообще загадка потому что здесь знаете сколько написано квадратных метров 18 и 4 то есть 18 с половиной квадратных метров это кухня гостиная слушайте но это вообще пипец как мало для всего того что надо расположить либо от дивана вообще отказаться и поставить только один стол чтобы хоть нормально питаться но не знаю куда мир катится куда застройщики идут мне кажется мне такое ощущение что с каждым годом квартиры все сужаются и сужаются все меньше и меньше все какое-то вот удешевление уменьшения но понятно что квадратный метр стоит дорого но блин мы же тоже не домик для тыквы себе строим правда ведь хочется как-то немножко попростор не если пару кирпичей рядом положить будет только две стены неудобно жить и отсюда вопрос почему так разбазариваются квадратными метрами зачем нужны эти коридоры нет коридора а нужно все в пользу полезных помещений отдавать вот я возмущен возмущен этим моментом друзья давайте пожелаем застройщику в преддверии нового года больше так сказать мысли в пользу планировки чтобы планировки более удачные просторные эргономичные получались в общем с новым годом дорогие застройщики дорогие зрители всех поздравляю с наступающим ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока хорошего настроения да прибудет с вами муза